всем привет меня зовут азизов артур и оси его компании биту брокер логотип за спиной сегодня хотел вам рассказать про то как образуется ликвидность на биржах и в частности я бы хотел рассмотреть криптовалютные бирже да потому что это такой сегмент быстро растущие и самое большое количество новых запущенных бирж непосредственно крипто индустрии поэтому сегодня мы поговорим именно про запуск крипто бирже это как вам как например владельцу этой бирже организовать ликвидность то есть какие способы какие варианты ликвидности или создания ликвидности да на вашей бирже у вас есть а для пользователей бирже для тех кто торгует на бирже но как минимум для того чтобы вы понимали как вообще работает биржа на которой вы торгуете или через которую вы инвестируете в крипто собственно первое как бы начнем с того что что такое вообще биржа и чем она отличается от типа торговых платформ такие как брокерские платформы основная разница не заключается в том что биржа это такое ну как говорится трейдинг веню то есть система в которой выставляются заявки на покупку или на продажу и дальше эти заявки в едином стакане ожидают встречных заявок других юзеров вот этого веню да вот этой вот этого вот вот этой системы на которой размещаются эти заявки то есть именно иными словами брокер это большое количество юзеров которые торгуют на рынке на разных маркетах на разных инструментах на разных рынках и брокер фактически его задача это прием и передача клиентских сделок мы сейчас не будем вдаваться подробности внутренней кухни как бы брокеров но суть в том что есть организованные площадки биржи либо есть например отесь и рынке такие как там форекс либо сиди инструменты где поставщики ликвидности или маркет-мейкеры стоящие за этими поставщиками ликвидности или какие-то как раз и вот эти трейдинг веню маркет-мейкеры или поставщики ликвидности фактически создают эту ликвидность передают ее брокером и вот брокеры дальше эту ликвидность непосредственно уже распространяют среди юзеров до среди конечных трейдеров для того чтобы те имели возможность покупать продавать по лучшим ценам так вот это брокер то есть это прием и передача заявок брокер это посредник между биржей или таким источником ликвидности либо некоторые брокеры агрегируют на один и тот же инструмент если мы говорим про о тисе рынке когда конкретный инструмент не торгуется на какой-то определенном определенной централизованной площадке он глобальный он создается маркет-мейкерами и нету единой входящей точки до этого инструмента в отличие от инструментов которые торгуются исключительно на централизованных биржах так вот брокер это посредник неважно при каком варианте между централизованной бирже и клиентом потому что так как клиент или трейдер да конечно он не может торговать напрямую на бирже если мы говорим про централизованные регулированные как бы площадки и либо если это даже одессе рынке то здесь брокер фактически создает ценность для клиента то что помимо приема передачи заявки он совершает еще огромное количество других операций это все юридические финансовые моменты моменты безопасности моменты агрегации ликвидности моменты юзер-френдли возможности до вывести деньги завести деньги бэк-офисы аналитика и так далее так далее так далее то есть очень много техническая поддержка то есть очень много совокупность таких факторов и позволяет брокерам быть вот этими вот посредниками соответственно если мы возвращаемся назад к нашему топику то биржа это не брокер биржа это то место где эмитенты размещают свои назовем их активы то есть это акт под словом активы это могут быть и какие-то equity акции какие-то специфические инструменты да потому что на сегодняшний день появляется достаточно много бирж которые узконаправленные например там не знаю мы там торгуем образом там только сахаром или только золотом да то есть или там поставочным золотом ну то есть есть много разных таких центральных узконаправленных централизованных бирж которые непосредственно занимаются тем что организуют организованные вот эти вот торговые площадки среди участников этой бирже участники соответственно тоже специфичные да иногда даже это бывает такие какие-то экспортеры импортеры которым это необходимо так вот возвращаясь к теме бирж как создать если вы запустили биржу как вам создать ликвидность на этой бирже у вас основных три варианта вариант первый это органическая торговля органическая торговля или органическая ликвидность фактически подразумевает что вы залистили какой-то актив ну давайте если мы говорим про крипту возьмем bitcoin доллар вы залистили bitcoin доллар соответственно вам я щас не беру аспекты сеттлмента депозитов водов да мы говорим исключительно про ликвидность так вот фактически с первого дня ваш стакан заявок он просто пустой и вы начинаете привлекать клиентов за анборд или например первый там 50 клиентов но вот эти 50 клиентов зашли к вам а у вас стакан пустой что они будут делать то есть один из как бы вариантов каким-то образом простимулировать клиентов размещать лимитные ордера если вы заметили на многих биржах особенно на деривативных биржах за размещение лимитных ордеров биржа иногда не только не берет комиссию но в некоторых случаях даже иногда доплачивает вам немного таких бирж мало но они есть так вот для того чтобы привлечь как можно больше участников этой бирже и фактически из них сделать market maker of на этой бирже до комиссия идет вот на такие учащения на такие способы создания так называемой органической ликвидности поэтому когда все участники бирже начинают поясить лимитные ордера то у вас потихонечку стакан заявок наполняется соответственно чем больше юзеров тем больше потенциально органической ликвидности у вас на бирже чем хорош этот вариант хорош тем что у вас стакане реальная ликвидность ваших внутренних юзеров то есть вам не нужно платить за какую-то внешнюю ликвидность вам не нужно брать риски на себя потому что у вас нет фактически риска вы выступаете исключительно организатором торгов и в этом случае для вас ну фактически одни только плюсы минус здесь только один в том что с вашим пустым стаканом заявок цен навряд ли кто-то к вам придет торговать и когда придут даже эти первые юзеры они посмотрят на ваш стакан цен они увидят что ликвидности нет соответственно нет ликвидности для них это очень большие риски если они захотят войти в позицию либо выйти с позиции по тому же bitcoin долларов у них просто не будет стакана поэтому скорее всего органическая ликвидность была хороша в 2014 году 2015 2013 2012 когда появлялись только первые биржи и если вы вспомните одну из первых бирж mt gox до которую деньги которые или деньги юзеров которые до сих пор пытаются распределить или там продать на аукционе и так далее так далее вот вот эта биржа это был очень хороший пример органической ликвидности конечно сейчас времена уже не те сейчас совсем другие суммы другая капитализация рынка и когда вы запускаете биржу и вы сделаете даже супер классный оффер что вы будете например тейкер у вас комиссия будет образно 0,1 процент за тейкер ордера по маркету и ну за маркет ордера как бы тейкеров я имею ввиду и за лимитные ордера мейкеров например у вас вы будете вот с этих 0,1 процент тейкеров доплачивать вот этим мейкером 0,5 то есть фактически вы будете с юзерами которые плейсят лимитные ордера делиться комиссии которую вы берете с юзеров которые работают маркет маркет ордерами соответственно вы взяли 0,1 процент этим 0,5 отдали это классная система стимуляции создания органической ликвидности на бирже но для того чтобы она работала ликвидность уже должна быть потому что иначе для юзеров для трейдеров для конечно как бы клиентов вы создаете или для них создается нерыночный риск что это такое нерыночный риск это когда в стакане нет ликвидности вам нужно срочно биткоин вырос до 55 тысяч долларов да вот как прямо сейчас вам нужно ликвидировать позицию продать потому что вы встали на 45 вы уже взяли 10000 своего профита вам нужно из позиции выйти вы заходите на биржу а там стакане нет заявок куда вы пойдете конечно же на b2bx либо на бичтамп либо на coinbase туда где есть заявки туда где есть ликвидность поэтому плюсы у первого варианта они все есть они очень крутые минус заключается в том что такую ликвидность самого начала практически не создать ну и при том что чтобы была настоящая органическая ликвидность вам хотя бы на бирже нужно минимум сто тысяч юзеров потому что из них активных будет 5-10 процентов идем дальше второй вариант второй вариант это назовем его рабочим это серьезный вариант то как это вообще в принципе делается когда вы запускаете биржу вам необходимо найти маркет мейкеров и здесь есть как бы два краеугольных камня первый заключается в том что на рынке достаточно много хороших маркет мейкеров но все они хотят минимальную ежемесячную комиссию то есть они вам фактически говорят окей ты запустил свою биржу окей ты хочешь чтобы мы тебе создавали ликвидность на своей бирже но как мы будем это делать или точнее мы мы готовы это делать но как ты можешь прогарантировать нам комиссию с твоих юзеров потому что у тебя фактически сейчас нет юзеров то есть мы будем создавать ликвидность для того чтобы эти юзеры пришли но мы хотим иметь ежемесячную минимальную комиссию за каждый маркет потому что мы будем мы включим свои системы мы включим свои алгоритмы хеджирования мы включим свои параметры этих алгоритмов мы спросим у тебя какой ты хочешь держать спред если ты хочешь быть супер компетитив да лучше чем другие биржи соответственно это больше риск больше коэффициент нам нужно улучшать свои алгоритмы нам нужно больше на себя рисковать соответственно и цена за обслуживание будет больше так вот здесь получается такие кошки-мышки то есть тебе чтобы привлечь хороших маркет мейкеров и договориться с ними на хорошие условия нужно большая больше большое количество клиентов большая database когда у тебя нет клиентов то те нужна хорошая ликвидность чтобы привлечь этих клиентов но чтобы появилась хорошая ликвидности нужно иметь хороших маркет мейкеров и получается вот такой вот замкнутый круг как из него выйти соответственно есть второй краеугольный камень всей этой истории он заключается в том что на рынке есть достаточное количество маркет мейкеров гораздо ниже уровня и если вы сейчас пойдете на любую крипто конференцию в том числе онлайна вы каждый второй вам будет предлагать создавать ликвидность на вашей бирже это сейчас такой очень популярный бизнес соответственно когда вы пообщаетесь ними со всеми да то вы поймете что там есть свои нюансы они заключаются в том что да вот те ребята которые готовы вам сейчас прийти создать ликвидность на вашей бирже и они готовы на гораздо меньшую минимальную плату у них гораздо меньше требования к вашей бирже или к условиям на вашей бирже но при этом там и надежность этих маркет мейкеров она конечно же сильно ниже то есть например например вы определили какие-то параметры риска с этим маркет мейкером и какой-то клиент начал торговать работать так и превысил эти параметры риска соответственно те маркет мейкеры которые не готовы брать на себя часть риска или не готовы предоставить под гарантии как минимум свой баланс шит да где показано что у маркет мейкера есть реальные активы то что если цена пойдет против них или они возьмут на себя слишком большой риск либо они не захиджируют этот риск где-то то что в этот момент произойдет и может получиться так что вы как биржа вы ответственны за это потому что вы являетесь организатором торгов соответственно вы вы допустили ошибку не сделав как бы основательный контроль рисков вот этого маркет мейкера потому что одно дело когда вы на бирже начисляете какие-то цифры и эти маркет мейкеры работают с вашими клиентами да с вашими юзерами на бирже другое дело когда денег касается реальных выплат реальным клиентам или там реальных убытков это совсем другие вещи соответственно второй вариант если резюмировать его он вообще основной то есть вообще в принципе как бы суть таких централизованных площадок бирж он заключается как раз таки в том что у вас с одной стороны есть так называемые мейкеры то есть мейкеры это может быть какие-то провайдеры ликвидности чем они отличаются от маркет мейкеров они отличаются тем что фактически вы то есть они не выступают как маркет мейкером на вашей бирже то есть вы беря у них ликвидность фактически их используете по брокерской модели то есть то а что о чем я говорил как бы в самом начале и здесь на самом деле как бы есть тоже свои плюсы но есть и свои минусы дальше среди там мейкеров есть вот маркет мейкеры и маркет мейкеры это конечно же основной компонент создания ликвидности на вашей бирже единственное что конечно вам нужно будет всегда балансировать на грани потому что есть хорошие маркет мейкеры которые скажут вам окей у тебя например 20 маркетов на бирже это только ликвидные маркеты окей это хорошо но мы хотим за каждый маркет по например тысячи долларов и соответственно тебе минималку нужно заплатить им 20 тысяч долларов и дальше тебе нужно решать то есть соответственно на их ордера у тебя идет нулевая комиссия с клиентов например там берешь 01 вот считай сколько тебе нужно нагенерить комиссии чтобы заплатить им 20 тысяч долларов если этой комиссии будет меньше тебе все равно нужно платить им 20 дальше у тебя конечно же создается тоже определенный риск а что будет если эти маркет мейкеры уйдут с этой бирже что произойдет в этот момент у тебя опустеют стаканы и клиенты испугаются и разбегутся может быть это нужно 2 2 маркет мейкеров чтобы они между собой соревновались плюс надо будет дорабатывать систему для того чтобы мейкеры мейкеры ордера не матчились друг другом наоборот они создают ну как бы плейсят лимитные ордера и у тебя ордер фактически становится толще спред ниже за счет того что маркет мейкеры начинают конкурировать за твой флоу поэтому начинающим биржам конечно же лично я порекомендую взять очень хороших маркет мейкеров с хорошим балансшит у которых хорошая ликвидка которые не испугаются какой-то серьезной позиции и обязательно нужно иметь минимум двух а лучше трех маркет мейкеров на каждый инструмент это дико важно почему потому что если что-то случится с маркет мейкером с его опишкой с его системы с его алгоритмом у вас должна стоять фильтрация и у вас должен быть бэкап если пропадает выпадает первый маркет мейкер у вас ликвидность не должна останавливаться это очень важно противном случае вы можете просто растерять всю свою клиентскую базу а теперь вспомните просто сколько денег вы потратили на то чтобы привлечь эту клиентскую базу или сколько вы заплатили рефералом для того чтобы привлечь этих клиентов на свою биржу по этой реферальной системе или сколько вы потратили на директ digital маркетинг там через google или яндекс собственно первые хорошие маркет мейкеры хотят большие минимальные комиссии за каждый инструмент мелкие не хотят но они не так надежность второй как бы нюанс работы с маркет мейкерами заключается в том что далеко не все из них готовы принести свои деньги на вашу биржу и поставить коллатор депозит например миллион долларов и в рамках него работать и дальше исходя из уже пенеля по этому балансу да уже уже как бы делать с этого не то есть если они заработали вы там часть им сэтлите если потеряли там они вам там как-то часть с это да то есть ну там зависимости от условий надо это как бы происходит вообще не по профит-шерингу да с маркет мейкерами вы работаете а просто вы им даете свою биржу как веню и они сами кладут депозит сами работают с вашими клиентами но такое происходит только когда если вы уже достаточно хорошая биржа и вы с маркет мейкерами работаете уже на уровне ваших клиентов то есть для вас они уже как просто клиенты с которым вы просто идете навстречу и даете очень хорошие условия они сами заносят депозит они сами как бы депозитит вот этот коллатор вы с ними договариваетесь на хорошую ребейт комиссию стейкер ордеров за их мейкер ордера оговариваете коэффициент ликвидности процент по спреду да это очень важно мониторинг спреда да для того чтобы они всегда в рамках нормального рынка держали спред понятно что в периоды высокой волатильности спред будет развиваться но это принципе на всех рынках такая история это нормально так вот скорее всего когда вы только начинающая биржа все те маркет мейкеры которые к вам придут это будет из серии когда чувак мы не хотим как бы класть тебе депозит плати нам 5-10 тысяч долларов мы не будем низко ликвидные инструменты маркетировать и все риски на тебе мы держим спред в разницу ноль один процент или ноль два процента держим объем по коэффициенту риска с которым мы с тобой договоримся например образно там не знаю 10 литков стакане и все и вот на этом как бы вся на все вся наша ответственность заканчивается то есть фактически мы просто приносим бота к тебе на биржу который работает на другой бирже смотрит как там ведутся торги копируют их ордера и эти ордера поясит у тебя то есть это вообще сложно даже назвать маркет мейкингом просто ребята которые написали своего какого-то бота на вашу опишку который копирует ордера как бы того что происходит там не знаю на каких-то более менее известных биржах да или на топовых биржах и просто пытается эмулировать рынок и не анализируя как бы экспозицию и риски по клиентским позициям на твоей бирже соответственно в этом случае у бирже создается большой риск потому что market maker в этом случае не рискует абсолютно ничем он не кладет свой депозит как колатор он не работает на профит-шеринге он просто берет всегда комиссию да то есть у него он не заинтересован в успехе клиентов потому что когда это серьезный market maker он берет ты с ним делишься комиссии он кладет свой колатор или хотя бы минимальную часть 50 процентов колатора и по balance sheet вы рассчитываете как бы pnl по его market maker аккаунту например там раз в три дня или там раз в неделю да как бы происходит settlement взаимный либо он вам либо вы ему это очень важно понимать ребят при работе с market maker и наверняка если вы запустили только свою биржу или планируете запустить очень много нюансов работе с market maker и поэтому будьте здесь отдельно аккуратно и не соглашайтесь на такие условия когда когда market maker абсолютно ничем не рискует вы ему платить деньги все риски на вас и он еще и работает на ваши деньги да где где как как говорится и doesn't make any sense это вот действительно именно так так ну что пойдемте к последнему к нашему финальному третьему варианту третий вариант я бы назвал его каким-то особенным то есть его сложно назвать гибридным суть его заключается в хеджирование рисков что это значит это значит что вы на бирже фактически сами создаете какого-то бота который смотрит на рынке что там происходит какие там ордера какие трейды до происходят на топовых биржах и фактически вы сами создаете ликвидность на своей бирже но что происходит дальше дальше происходит то что у вас на других биржах там где вы хеджируете свои риски должны быть открыты хеджинг счета ну либо просто за торговые счета там зависимости от того как вы договоритесь или на каком уровне вы договариваетесь с вашими контрагентами и фактически вы делаете offset да то есть это перенос рисков на другого контрагента например какой-то клиент на вашей бирже покупает один bitcoin вот этот маркет ордер он бьет по лимитным ордерам среди этих лимитных ордеров был например 02 биткоина лимитный ордер какого-то клиента вот эти 02 клиента ордер он матчится внутри системы уходит на у этого юзера 08 битков этот ордер это ордер скопированный у вас с другой с другого ордер бука с другой бирже в этом случае вы отправляете эти 08 битков на хеджинг какой здесь есть минус минус заключается в том что как я и говорил с самого начала биржа это не брокер у брокера вся модель как бы прием и передача ликвидности прием и передача ордеров что это значит значит что вы вот здесь цену взяли вот сюда ее клиенту отдали клиент отправил вам заявку неважно лимитную или маркет она ударилась как бы вашу цену вы взяли эту заявку его отправили вот сюда на источник ликвидности источник ликвидности вам подтвердил до что цена актуальная да мы берем эту сделку да мы готовы заключить как бы ну за экзекьютить исполнить вот этот трейд вы его экзекьютите здесь и дальше вы передаете клиенту что чувак мы исполнили твой ордер по такой-то цене в такое-то время таким-то объемом вот такой-то ты там слипач получил с таким-то вот спредом и клиент говорит окей все я все понял вот у меня все как бы в терминале записано вот это брокер видите какая здесь цепочка здесь есть клиент есть брокер-посредник есть источник ликвидности почему это важно потому что брокер в данном случае даже если он кеджирует не все сто процентов ордера а часть он фактически не берет на себя риски исполнения то есть если вдруг в момент нажатия кнопки buy по маркету цена уже ушла то клиент в ответ если он купил по маркету они лимитным ордером он получит цену с огромным слипачем но при этом брокер не возьмет на себя риск исполнения то есть его исполнит поставщик ликвидности по рыночной цене пускай даже она ушла против клиента гораздо выше если он покупает либо наоборот она ушла в сторону клиента гораздо ниже опять же в случае если он покупает и здесь как бы в случае вот такой волатильности брокер он является посредником он не берет на себя риск исполнения он его передает на источник ликвидности а юзер беря или покупая по маркету или продавая до какой-то актив он фактически перекладывает риски либо доверяется источнику ликвидности брокера поэтому это очень важно когда брокеры агрегируют ликвидность нескольких сорсов нескольких источников таким образом они улучшают цену среднюю даже в случае огромной волатильности и расширение спреда фактически они клиенту гарантируют не то что гарантируют но как минимум они стараются сделать цену как можно лучше для чего это нужно брокер чем лучше ликвидность чем лучше execution чем лучше цена их исполнения чем меньше слипать тем больше у тебя будет клиентов тем дольше клиент будет с тобой работать тем клиенту выгоднее с тобой работать потому что у тебя ликвидность лучше по сравнению с другим брокером. Так вот, ребят, не отходим от темы. Вот это и есть брокерская модель исполнения ордеров на рынке, то есть прием и передача ордеров. Теперь, если мы рассмотрим биржу, на бирже ордера матчатся внутри. Здесь нет как такового какого-то внешнего источника ликвидности. Здесь нет какого-то юзера, здесь нет какого-то брокера. У вас торговая платформа, она же является Matching Engine. То есть фактически, если мы возьмем российскую биржу Moex, это вот такой вот большой Matching Engine. Там есть маркетмейкеры, банки, андерайтеры, и с другой стороны есть брокеры, а у брокеров есть юзеры. И абсолютно все 100% сделок с этих брокеров идут на эту биржу. То есть брокеры выполняют вот все те, которые я говорил в самом начале, вышеперечисленные функции, да, фактически давая сервис клиентам. Но ликвидность обеспечивают маркетмейкеры на этой бирже. В случае криптобирж, так получилось, что институциональных бирж очень мало на крипторынке. И в основном все те биржи, которые говорят, что мы, например, биржа, да, в большинстве случаев это реально биржа со своим Matching движком. Но фактически они замещают ритейл брокеров. То есть единственная разница принципиальная заключается в том, что они делают весь комплекс оказания услуг клиентов по таким моментам, как обслуживание клиентов, депозиты, выводы, легальная часть, финансовая часть, техническая поддержка и так далее, юзер-интерфейсы, красивые платформы. Это то, чем занимается брокер. Но в данном случае это делает биржа. Почему? Потому что так сложилось на крипторынке, да, потому что было изначально очень много монет, на которые тебе нужно самому было создавать ликвидность. И на брокерской платформе брокер не может или не имеет возможности создавать ликвидность. Потому что брокер это платформа, у которой нет Matching Engine, где ты не можешь наполнять вот этот ордербук. Потому что брокерская платформа рассчитана непосредственно на прием и передачу как бы ликвидности. Так вот, если мы говорим про биржу, то здесь непосредственно есть ордербук, где ты можешь создавать ликвидность, да, где плейся лимитные ордера, размещая лимитные ордера, ты фактически создаешь ликвидность. И ты можешь придумать абсолютно любой инструмент, который тебе только придет в голову, назвать его как угодно и устанавливать цену на вот этой бирже. Поэтому опять же, возвращаясь как бы к нашему третьему варианту. Когда мы говорим про биржу и минус варианта оффсета риска или хеджирования риска на другой бирже, у тебя ордера клиентские и твои ордера будут, или ордера твоей биржи назовем, которые ты копируешь с другой биржи, ты копируешь ордербук с другой биржи на свою биржу, они будут моментально исполняться внутри. То есть фактически, когда ты будешь делать хеджирование, ты будешь хеджировать не конкретно вот этот ордер, по которому исполняется встречный клиентский ордер, ты будешь копировать этот ордер на другой бирже. Но это всегда существует latency, всегда есть какой-то delay и в моменты быстрого рынка, в моменты высокой волатильности ты всегда будешь опаздывать. Это неизбежно. Но есть хорошая новость, она заключается в том, что фактически это может сработать как в плюс тебе, так и в минус. Если кто-то купил и цена ушла ниже, ты этот ордер купил по лучшей цене. Если кто-то купил, ты захеджировал, скопировал этот ордер на другой бирже, цена ушла наверх, ты получил слипач, фактически ты скопировал этот ордер или захеджировал его по худшей цене. То есть вот как это работает. Но, как я уже сказал, это может быть и обратное движение цены, где вы наоборот заработаете. Так вот, третий вариант, это вот, наверное, единственный минус. Это называется pre-execution, когда у тебя на trading venue внутри биржи ордер сначала экзекьютится, то есть это уже pre-execution есть, а потом ты его хеджируешь. У брокерской модели это работает как post-execution, то есть ты берешь ордер клиента, отправляешь его на источник ликвидности, он его подтверждает по такой же цене, ты его обратно передаешь клиенту, говоришь, все, вот твой ордер как бы исполнился по такой цене, все, это post-execution, ты не берешь на себя непосредственно риск исполнения по цене. Ты подтверждаешь рыночную цену у источника ликвидности, не беря как бы на себя риск. Где он берет эту цену или как он там работает со своими маркетмейкерами, это тебя уже не касается, как и твоего клиента, потому что ты знаешь, что ты можешь выполнить обязательства перед своим клиентом. На бирже в случае как бы с вот такой моделью хеджирования ордербуков с другой биржи фактически будет вариант, когда вы будете на вот таком pre-execution, давая клиентам execution моментально на своей бирже по тем ордерам, которые вы копируете на бирже, потому что это матчинг, здесь невозможно сначала подтвердить там, а потом вернуть обратно этот ордер. Вы фактически встаете в позицию, когда по части ордеров вы будете на высоковолатильном рынке хеджировать с задержкой, но это будет как в плюс, так и в минус вам. Есть еще второй минус этого варианта, он заключается в том, что фактически вы не сможете хеджировать какие-то низколиквидные инструменты, либо те инструменты, например, которых нет на других бирж. Например, к вам пришел какой-то ICO проект или I.O. Неважно, как называется, вы решили залистить какой-то токен и на этот токен нет нигде ликвидности, либо есть какие-то ущербные биржи, на которых опишки даже нормальной нет, чтобы вы могли что-то хеджировать, или в принципе у них проблемы с ликвидностью по этому инструменту. Поэтому эти моменты тоже надо учитывать, поэтому если вы идете по пути копирования ордербука, ни в коем случае не листите у себя токены каких-то непонятных эмитентов или которые сами не могут делать маркетмейкинг. Либо вам придется опять же по вот таким низколиквидным парам обращаться ко второму варианту и искать вот этих товарищей, которые готовы вам, не беря на себя ни один риск, просто по каким-то алгоритмам, например, там следуя за ценой биткоина и эфира, делим на 2 раз и умножаем на 10, да, вот по такому алгоритму они вам будут просто наполнять ордербук на ваш как бы низколиквидный инструмент. Именно, кстати, поэтому, если вы заметили, на огромное количество инструментов цена очень часто повторяет динамику биткоина, потому что все алгоритмы маркетмейкеров, они учитывают коэффициент как бы волатильности биткоина. Так вот, плюсы, варианты третьего заключается в том, что вам не надо никому платить, вы полностью сами контролируете свои риски, вы ни от кого не зависите. На сегодняшний день компания B2Broker, например, мы разработали такой проект, продукт, он называется Marksman Hub, который позволяет биржам, которые только запустились через вот этот хаб, подключаться к различным биржам, к различным источникам ликвидности, в том числе и к B2BX, и составлять себе списки инструментов, которые они хотят видеть на своей бирже и при этом хеджировать на других биржах. Плюсы и минусы третьего варианта очевидны, да, минусы я уже сказал, плюс, еще раз повторюсь, что это бесплатно, вы полностью контролируете свои риски и фактически вы можете набирать, составлять себе списки инструментов с разных источников, а можете даже, если вы используете такой продукт, как Marksman Hub, вы можете даже на каждый инструмент делать бэкапы, два-три бэкапа. Например, вы взяли биткоин-доллар или биткоин-евро инструмент, и этот инструмент торгуется на B2BX, на битштампе, на кракене. Вы с трех источников слили его, и вы говорите, вот это приоритет, вот это второй бэкап, это третий. То есть и дальше мы планируем ввести механизмы агрегации и дробления ордеров на бирже. Но это будет наш следующий шаг, я о нем немножко попозже поговорю, когда мы зарелизим. Ну что, ребят, сегодня мы разобрали основных три варианта создания ликвидности на вашей бирже. Если вы трейдер или просто неравнодушный крипто-энтузиаст ко всей криптоиндустрии или к трейдеринговым технологиям, я надеюсь, что эта информация как минимум вам будет полезна или вы сможете даже это как-то использовать в своих торговых стратегиях или в своих каких-то инвестиционных стратегиях. Но главное, держите всегда в голове то, что смотрите на стаканы, смотрите на объемы, смотрите на историю сделок, смотрите на спред, смотрите, как он палый, смотрите на динамику и, исходя из этого, уже принимайте решение. А для брокеров в завершении хочу сказать, что из первых трех вариантов. Первый вариант, он в принципе сейчас, наверное, не применим на рынке и он идет только как дополнение либо ко второму, либо к третьему варианту. Второй вариант предпочтительный, но вы потратите огромное количество время, чтобы найти правильных маркетмейкеров с хорошими условиями, именно похожими на партнерские, а не на то, когда плати мне деньги, я не беру риски и все. Ну и третий вариант, это на самом деле то, с чего начиналась брокерская индустрия и то, к чему она сейчас пришла. И на крипторынке, я это говорил еще в 2017 году, и если тогда я уже говорил, что спотовый рынок потихонечку будет для спекулянтов подходить на второй план и оставаться именно для обмена, и все начнут заниматься деривативами, то сейчас посмотрите на рынок, вот оно все так и получилось. Поэтому здесь мой как бы предикшен, мой прогноз то, что вот этот третий вариант среди бирж, он станет предпочтительный, он станет номер один. Поэтому все, ребят, всем спасибо, будут вопросы, пишите в комментариях, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал и очень много интересных экспертных вещей мы будем просвещать здесь на канале. Все, спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok